Всем привет! Знаменитая корейская корпорация продемонстрировала неразбиваемые экраны, Apple будет бесплатно ремонтировать технику пользователей из Японии, пострадавших от стихий, был создан джетпак, при помощи которого можно скользить под водой. Обо всем этом мы сейчас и поговорим. Поехали! Samsung совсем скоро задаст моду на новые, так называемые, не бьющиеся OLED-дисплеи. Они, кстати, уже успели презентовать такие матрицы, но пока никто не сказал, когда именно начнется их массовое производство. В чем фишка? Вместо привычного стекла в основу такого дисплея положена очень прочная подложка и надежное пластиковое покрытие, которое имитирует свойства стекла, при этом позволяет экрану оставаться гибким во время удара. В ходе тестов эта противоударная матрица выдержала аж целых 26 падений с высоты в 1,2 метра. Кроме того, OLED-панель не разбилась даже впоследствии падения с 1,8 метровой высоты. Можете себе представить, экран остался жив после испытаний экстремальными температурами от минус 32 до 71 градусов. Корейский гигант планирует внедрять данную технологию в смартфонах, портативных игровых консолях, планшетах, автомобилях. Как всем известно, Samsung не очень быстро выполняет свои обещания, поэтому пока никому неизвестна дата выхода первого в мире устройства с подобным экраном. Но, можно сказать точно, их слова, их заявления всегда подкреплены исследованиями и деньгами в реализацию задуманного. Ребята, скачивайте себе на телефон приложение Joom по ссылкам в описании и начинайте покупать крутые товары по нереально низким ценам. Там скидки до 90%. К тому же бесплатная доставка. Так что вперед за покупками. Компания Apple не обошла стороной события, которые происходили в текущем месяце в Японии, где были разрушительные наводнения в западной до центральной частях страны восходящего солнца. Погибло и пропало без вести более 200 человек. Было разрушено великое множество зданий и сооружений. Бренд из Купертино выразил свое сочувствие пострадавшим, вместе с тем дал слово, что будет бесплатно ремонтировать устройства, поврежденные наводнениями. Это касается не только лишь пользователей айфонов, а также пользователей айпадов, айподов, Apple Watch, компьютеров и мониторов Apple. Совместили приятное с полезным. Получилась необыкакая рекламная кампания, вдобавок, хотя бы чуть-чуть помогут людям. Американский студент по имени Арчи О'Брайан изобрел ранец под названием Кьюда, позволяющий скользить под водой. В самом начале парень думал, что его изобретение будет представлять собой обычный гидрореактивный двигатель и хотел уменьшить его до размеров рюкзака, однако сразу отказался от этой идеи. В результате он построил новый тип мотора, недолго думая запатентовал его, на данный момент держит детали в секрете. Прикиньте, все 45 деталей, из которых состоит данная разработка, получены методом 3D печати, включая и моторы импеллеры, напечатанные, между прочим, из углеродного порошка, для большой прочности. Всего лишь за 10 минут можно собрать этот ранец в рабочее положение. Управляется он с помощью портативного пульта, а основные маневры вы делаете за счет наклонов своего тела. Информации относительно максимального запаса хода пока, к сожалению, нет. С его помощью можно плавать под водой со скоростью 12-13 км в час. Серийное производство продукта начнется во второй половине 2019-го. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. С вами был я, Алекс Геч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok